С добрым утром птички. Пора гулять. Порезь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 И она так дышала, знаете, как тяжело дышала. Но так как мы покупали ее в специализированном магазине с двумя другими птенцами, то подумали, ну, может быть, она так всегда дышит. Может быть, это особенность, скажем так, именно этой птички. Время шло, и со временем все наши птицы начали чихать. Нет-нет, да какая-нибудь чихнет. Нет-нет, да какая-нибудь чихнет. Больше всего чихал и чихает, продолжает чихать петух. Петруня наша. Мы с Аней задумались, что надо что-то делать. И каждый день, опять же, по видео, которое в интернете посмотрел, начал варить кашу. Не варить, точнее, перемалывать кашу. Сначала просто лук, потом в лук добавлял помидоры, потом хлеб. Короче, я их пытался луком прокормить по-хорошему, чтобы они прогрелись и ушла зараза. Так, во всяком случае, рекомендуют десятки, а то и сотни различных блогеров деревенских. Особенно это на Яндекс.Зене распространено. Там прям прокур очень много. Если вам интересно, идите на Зен, там прокур миллионы видео. Кормил-кормил, им ничего не помогало. Мы с Аней решили, надо покупать антибиотик, потому что все эти методики, как лук, перец, водку, кто-то самогон дает. Это все от простуды. Если инфекционное заболевание, то кроме как антибиотикам ничем не пролечишь. Заказали антибиотик в ветеринарной аптеке, где у нас Пёня проходила как раз-таки недавно обследование. Через три дня к нам откуда-то, по-моему, из Анкары прислали. Венчик пришел. Из Анкары прислали две банки с антибиотиком. Один послабее, второй помощнее. И мы сразу же в этот день начали давать, подмешивать воду. На следующее утро я увидел, что наш нулевой пациент, самая первая заболевшая птичка, чувствует себя очень плохо. Она уже не встает, никуда не выходит. Лежит постоянно, где-то в угол забивается. Ну, как бы собралась помирать. Сегодня у нас птички не гуляют. Начали давать вчера антибиотик вечером. Замешали воду. И сегодня не выпускаю их, пока не выпьют все лекарства. Так нам сказали врачи ветеринарные. Пока всю воду не выпьют. Размешал два литра. И антибиотика мы добавили, насколько я помню, пять, по-моему, миллиграмм. Мы вчера рассчитывали, все правильно рассчитали. Сейчас главная задача, чтобы они все выпили до конца. И после этого их можно выпустить погулять. И дать уже чистую воду. А завтра опять процедуру повторить. Но завтра, я думаю, буду не два литра размешивать, а уже на литр. Чтобы они быстрее выпивали и быстрее выходили гулять. Самые активные у нас оказались птенцы. Они больше всего пьют. Вот даже сейчас подходят. И совершенно не чувствуют никакой горечи. Возможно, что у птиц отсутствует рецептор, который отвечает как раз-таки за горько, соленое, кислое. Пьют очень хорошо. Они у нас самые чахоточные. Назовем их так. Больше всех чихают. Поэтому очень радуют, что они пьют воду. Ну и остальные наводят очень много паники сегодня. Потому что привыкли каждое утро гулять уже в течение больше чем месяца. Все хотят на улицу. Но не могу пока выпустить, пока не допьют. Одна курочка у нас спряталась. Вот как раз Петруня чихнул. Надо, чтобы он побольше пил. Одна курочка спряталась там в самом конце. Наверное, хочет яйцо снести. Но яйца опять же придется выкидывать. Пять дней нельзя есть из-за антибиотика. Но самое главное, чтобы они выздоровели. И чтобы уже нормально, полноценно гуляли. Один патенец у нас забился. И не выходит практически. Надеюсь, что ему тоже полегчает. Это как раз у нас нулевой пациент, с которого все и началось. Распространение заразы. И сегодня на ночь еще я мифракрасную лампу включал. Потому что вчера дождь был. Сырость, влажность. Чтобы все просохло. Натягиваю вот так кабель. И самое главное, что подстраховался. Шнур еще затянул вокруг проволокой. Чтобы, не дай бог, не получилось, как у нас с перепелками вышла ситуация. Соответственно, мы ее сразу же отсадили оттуда. Хотя, по идее, если бы у нас был опыт в птицеводстве и разведения живности пернатой, мы бы сразу же ее отсадили. Но мы этого не знали. В итоге она у нас уже второй день живет в доме, в коробке. Мы ее, опять же, поим антибиотиком. Но и шприца. Если остальные птицы у нас пьют из поилок, в поилки добавляем лекарства. Веня, ну, что ты мешаешь, да? Менька, иди. Персонаж. Иди, иди. Отойди, отойди. Иди, гуляй. Если мы остальным подмешиваем воду в поилке, то это и напрямую даем. Потому что она пьет мало, не очень активная. И каждый день антибиотик, отвар из шалфея делаем. Делаем луковую воду, лук варим. И чаще всего вливаем. Опять же, не сразу, да? Мы об этом узнали? Не сразу. У нас все постепенно. Мы очень переживали, что она не проживет. Потому что уже было сильно плохо. Она как-то лежит. Потом резко упадет. Шею вытягивает. Вытягивает лапы. И что-то начинает хрипеть, задыхаться. Мы думали, все. Сегодня утром просыпался. Шел уже к ее коробке. Думал, все. Она, ну, скорее всего, уже ее нет. Потому что вчера целый день она вот эти делала. Падало что-то. Какие-то припадки у нее были сильные, мощные. Но вчера мы дали двойную дозу антибиотика. И сегодня с утра она тоже дала. Просыпаюсь, смотрю. Она в коробке лежит. И причем с таким видом на меня смотрит. Типа, ты что приперлся тут? Я вообще-то тут лежу. Мы еще на эту коробку направили инфракрасную лампу, чтобы ей было потеплее. И сегодня, первый день, ее вывели на улицу, чтобы она походила. Потому что когда она не ходит, у нее начинают ноги затекать. Поднимаешь, она сразу же падает. И вот вывели, греется на солнышке, стоит. Уже даже травку пощипала. Честно говоря, я удивлен, что она такая стойкая, хотя маленькая. А так выглядит вид с обратной стороны камеры. Венька пришел и хочет в кадр очень сильно. Вообще у нас все животные хотят в кадр. Мы очень рады, что курочка у нас потихонечку выздоравливает. Я еще с утра ей давала витаминную воду из шприца, потому что сама она ее пить не хочет. Это тоже важный момент для того, чтобы укрепить иммунную систему. Дверь так скрипит. Мы не строим каких-то надежд на волшебство, на чудо, что эта птичка выздоровеет, вырастет большой, начнет нести яйца и станет такой у нас несушкой замечательной. Но мы стараемся сделать все возможное. И антибиотики, и какие-то луковые воды, шалфеи и так далее. Потому что проще всегда опустить руки. Как часто делают, кто-то заболел из животных под нож. Да, так же обычно делают. Ну, кто ферму ведет. Мало кто заморачивается на лечении. Особенно это касается больших хозяйств. Но мы стараемся вылечить. Не опускаем руки. И верим в то, что все будет хорошо. Во всяком случае, сегодня она уже ходит и сама что-то клюет. Хотя я думал, что сегодня ее уже не будет в живых. Настолько вчера и плохо было. Для нас каждая несушка потенциальная имеет большую ценность. И мне кажется, что в частных хозяйствах маленьких, в деревнях, так оно и есть. А вот на фермах, конечно же, сразу же животное рубят. Мы так делать, конечно же, не будем. Да и есть там нечего, всего 300 грамм в курочке. Да нет, и смысл. Если животное болеет, и его можно как-то спасти, мы всегда стараемся спасти. Так у нас было вот с этой засранкой. Да, кстати, кто помнит историю, не все знают, что Пеня у нас спасеныш. Что мы ее подобрали. Овечку пытались спасти здесь на дороге. Тоже овца перегревшаяся нам попалась. Ежика как-то пытались спасти тоже. Но ежика не спасли, овцу не спасли. Надеемся, что птичку спасем. Ну и наши животные тоже постоянно лечим. И овец лечили, и коня лечили. Всех лечим. Меня так вылечили хорошо, что я теперь вон какая красивая лежу. Тут как инстаграм модель. Принесите мне мохитал, пожалуйста. Двойную порцию. Будет мешать, да, дерево? Начался новый день на ферме. И сегодня нам привезли сено. Новую партию. На этот раз мы решили попробовать заказать рейграс. Рейграс. Это такая трава, которую любят животные. И она гораздо ценнее, чем просто солома, которую вы видите сейчас перед собой. Вот так она выглядит, солома. Но в принципе, внешне они не отличаются. Как будто бы то же самое нам привезли. Но это рейграс. Посмотрим, как его будут есть животные. Такая машина у нас стоила 13 тысяч лир. Сено в Турции очень дорогое. Сейчас будем выгружать. Вчера уже под ночь готовили место под него. Положили палеты. Я надеюсь, что места хватит. Вот сколько мужиков приехало. А то, я помню, первую партию привозили. Тут ядно, тракторист вдвоем разгружали. А тут целая бригада приехала. Сейчас я еще пару поддонов притащу на сеть. Можно просто не двигать. Надо сказать, чтобы они с зазором выставляли. Что ли? Я сейчас тебя пробрал. Еще поддонов парочку принес на всякий случай. Потому что машина очень большая. А вдруг не хватит. Ну, в целом, я отдыхаю. Когда смотрю, как мужики работают, самому ничего не надо делать. Вот так и у нас на канале. Все зрители, кто нас смотрит, отдыхают, мне кажется, под нашу работу. Мне все равно, конечно, контролируют, смотри. Где-то помогают. Да я найду, другому. Хайван Ларс и вьер мусун. Вот этот мужчина, я смотрю, что все ходит за нашими животными. Очень ему нравится. То, где с ней подойдет, кто. То вот за венькой бегает. У нас тут как мини-контактный зоопарк. Что я хочу сказать. Я очень давно ждала именно Рейграсс. Так как солома все-таки считается пустой травой для животных. Мы долгое время кормили соломой, потому что в нашей деревне продают только солому. А Рейграсс мы смогли заказать аж за 100 километров от нашей деревни. То есть 100 километров у нас была доставка. И мы заплатили за нее 3000 лир. К сожалению, в нашей деревне Рейграсс не выращивают. Но я считаю, что зря могли бы выращивать, ведь это хороший бизнес. Возможно, что в нашей деревне климат для него неподходящий. Тем временем у нас как-то курица вылезла со своей территории. Мы даже не поняли, как это произошло. Вылетело, наверное, да? Наверное, да. В итоге-то сожрут ее собаки. Лови, лови. Все, получилось. Я не понял, как она вылетела. Вот так ее и собаки затрепать могут. У нас Пеня пока что на террасе заперта. А Чуня точно не станет этого делать в одиночку. Что-то надо, мне кажется, тогда будет на эти натягивать сюда. На столбы. Если они так вылетают. Что-то надо. все у нас разгрузка закончена все сено выгрузили остатки мы соберем в мешки осталось только оплатить сколько примерно килограмм в одном тюке как соломой да как пионе как солома или как лицерна у нас лицерна меньше тюки чем солома вениамин у нас уже начинает пробовать новую траву регресс ну как тебе я смотрю что жует значит все таки нравится ну куда побежал не бойся я тебя ругать не буду пожалуйста кушать ты же у нас такой персонаж по всему участку ходишь и тебя не остановишь он как тень как бэтмен в аслином теле все-таки приятно покупать чеки у производителя а это был именно производитель который занимается очень много лет они у него хранятся под навесом и это сразу видно нет никаких потемневших мест очень хорошо просушена даже вот так чувствуется рукой если потрогать ну и эта трава гораздо более качественная чем солома в ней есть питательные вещества я думаю что она будет гораздо лучше и если все в порядке животные будем заказывать у него постоянно можно грабельку собрать садовую для листвы потому что тут руками уже земли почти не возьмешь это мы сразу диснею и для ли до дадим а собака на 7 будем пробовать сейчас чтобы новую траву готов до капитан я готов минуту пожалуйста минуту так зорька зита новая порция необычной травки для вас даже интересно как они отреагируют они у нас такие привереды не все едят всеми подавай по вкуснее клеер зелененький когда голодные едят все конечно кроме пастилочной соломы попробуем дать новую травку мы сегодня будем еще ставить шатер я вчера шатер купил шикарный для свадеб будут у нас как в лухаре резорте свадебном шатре уберем эту палатку страшно потому что на нее глядя хочется рыдать ну им то нравится но нам не очень нравится давайте девчонки попробуем будь здоров петру не едят потому что избалованы они избалованы люцерной полная кормушки еды они сейчас супер супер хочу натянуть ковер между двумя столбами металлическими потому что одна курочка сегодня выпрыгнула и я честно говоря переживаю потому что собаки по участку бегают за вперед не уверен что они уяснили урок который мы им давали еще интересно одна курочка в углу улеглась возможно она яйцо высиживает но это не точная информация на днях я уже одно яйцо нашел но сегодня с утра ничего не было не порадовали меня вот одна в уголке лежит возможно что-то высиживает машину приподнять проверить да можно поднимем ну-ка нет ничего нет а тут подарок смотри иди сюда иди смотри смотри еще одно яичко второе и так интересно что кто-то его как сказать-то снес в коробочке где у нас малыши спят это точно не малыши им еще рано нестись и он вот так вот лежит да и никто на него даже не сел ну-ка о какое второе а потрогать теплое или нет мне кажется только что только что его кто-то нет нет уже основная значит они как-то с не сможешь самого утра сегодня так приятно второе маленькое такое да еще но они еще не выросли у нас уже радует ты думаешь от размера курица зависит мне кажется что чем больше курица тем должны быть больше не яйца у страусов жутки у гуси тоже большие мы еще заказали сегодня в интернете для них теплицу хотим поставить здесь потому что ночевать в этом курятнике им холодно плюс ко всему нужно подсвечивать им добавлять дневного света чтобы они лучше не слись когда день короткий они хуже несутся ну естественно это я не сам придумал это все читаю в интернете изучаю различных блогеров деревенских кто делится информацией чтобы хорошо не слись нужно больше света и должно быть тепло и самое главное сухо здесь тепличку поставим 3 на 2 на днях придет подведем туда свет настроим умный дом чтобы свет включался отключался инфракрасную лампу но в этот раз мы закрепим так чтобы она не упала и будет у нас больше вот таких вот радостей второе уже можно яичницу делать я пью еще даже не попробовали свои яйца 1 1 пока еще лежит в холодильнике кстати можно посмотреть тот момент я сейчас делаю вставку как я нашел то самое первое яйцо как радовался да все иду иду я и 2 вы там так кричите то ребята у нас первое яйцо поздравляю всех нас меня поздравляю первое яичко снесли офигеть я в шоке я в шоке сейчас покажу вот оно первое самое ну-ка ну какое хорошее небольшое конечно но это первое яйцо скоро наверно больше будет все зрители пишут ребята почему вы его не собирает не делаете варенье дело в том что она падает на землю и тут по ней все начинают бегать и какая-то уже и подгнилась земли собирать особо нет смысла да из дерева тоже как-то имеет дальше даже больше нравится так лежит красиво и красиво какой-то колорит свой даю можно магазине купить она стоит недорого умер 15 или 20 наша собственная хочу попробовать ну так и есть конечно на любителям потому что она как как творог шумен по консистенции только очень твердый творог до такой не сочная совсем нужен был терпел надо запекать либо варенье делать вкусно но не для меня я можно с мясом попробовать по яблокам можно пристает к ней иногда бывает дисне не приставай видишь человек ест кушай лялюшка смотришь мне подать сетку а прицепом что куры не летали так сетку тут вообще не подлезь конечно можно еще упасть понимаешь что стараюсь его очень поверхность хотя пока вот так а вот так андрей сейчас крепит сетку стоя на колючей проволоке не зря дед сделал колючую проволоку пока что я так и не поняла ее предназначение поле у нас приехал трактор и непонятно что то они собираются делать может поле пахать наверное еще рано такие зеленые поля у нас стали совсем недавно были желтые теперь все зазеленели тент оказался слишком коротким это было ожидаемо у него размер 6 на 8 месте я ничего не путаю или какой 8 на 10 в общем нет 6 на 8 наверно а вот этот у нас 8 на 10 парашют огромный вы все наверняка помните как мы его раскрывали и обалдели от размера когда я накрывал солому сложил его вдвое как аннушка уже подсказала соответственно он должен полностью накрыть наш наше сено сегодняшнее поэтому отсюда все скинем заодно проверим как там солома поживает которая была сильно намочена именно поэтому мы и выложили в один ряд здесь и накрыли пошла она была вся мокрая сделали зазоры воздушные чтобы была вентиляция мы сейчас посмотрим что с ним по итогу давайте про инспектируем что у нас получилось как себя чувствует солома вот здесь вижу под макала видимо в тенте где-то есть дырка и вода просачивалась видишь да здесь пятно мокро здесь тоже свежее мокрое пятно и и трава проросла ну значит этот тент там не годится в нем уже есть какие-то дыры здесь тоже протекала мне кажется что из того что в принципе она была мокрая и ну это свежая да нет ну ты чё свежие прям смотри влажные нет значит в тенте где-то дырки есть когда накрывали видимо повредили надо в город ехать за другим вот здесь очевидно протекала свежая и трава проросла даже он свежая травка ну а там все нормально кроме края с края тоже немножко есть давай тогда сейчас город съезжу по-быстрому за тентом самый большой возьму который есть им будем накрывать этот нет оставим его можно будет нарезать потом куда-то использовать так же как мы например накрывали с тобой конюшню можно быть куда-то его потом при при мастырить надо может съездил до города к сожалению в магазинах не оказалось нужного размера тента есть меньше нам много 45 на 4 нам надо 8 на 10 в одном из магазинов удалось заказать привезут его только послезавтра а сегодня ночью ожидаются дожди поэтому пока что накроем тем что есть на два дня хотя бы а затем уже купим нормальный новый без каких-то дыр сто процентов и перри накроем пока хотя бы будем использовать то что у нас имеется все сегодня к нам пожаловали гости аж из уфы с ума сойти назиб и эльза правильно расскажите немножко как вы оказались в турции и где вы живете поделитесь нашими зрителями откуда вы приехали мы приехали из-под уфы село называется у нас смотрим там мы живем но уфе у нас учатся дети поэтому мы на два города так сказать живем приехали мы в алане еще лет семь назад мы сами и побыв там и что нам понравилось там очень сильно быть купили там квартиру и теперь постоянно в отпуск приезжаем туда нам вообще турция давным-давно нравится она нам близко по духу здорово и вы получается часть года здесь живете да а часть года живете у себя под уфой на зимовку только до месяц-два мы здесь бываем и вы тоже можно сказать что фермеры но не можно сказать нас настоящие фермеры настоящего хозяйства да расскажите кто у вас в хозяйстве есть ну во первых я занимаюсь растеневодством у меня полторы тысячи гектаров земли во вторых есть полторы большая ферма где у меня был свое время дойный гурт сейчас у меня только животные крс на откорме чисто для себя держим ну по некоторым причинам что молоко не так выгодно было производить пять лет назад я дойный год закончил и теперь больше на растеневодстве мясной животное отца как бы так для себя а что выращиваете выращиваем практически все пшеницу ячмень овес подсолнечник и сахарная свекла выращиваете именно на продажу настоящие фермеры расскажите немножко про свою собаку с вами приехала собака они сразу подружились как его зовут его зовут дим и у него очень интересная история мне только что на zip и эльза рассказывали что он может сказать что счастливчик выиграл счастливый билет несколько операций перенес что именно с ним было операцию его парализовала после прыжка у него отказали ноги потому что но дело было в позвоночнике две операции перенес 1 удалили значит грыжу там немножко неудачно и 2 операция по позвонки скрепляли то есть он был неходячий и можно сказать что произошло чудо и он теперь ходит смотрите ходят радуется жизни и приехал вместе с нами в турции он еще не видит ослика посмотри туда и с ума стойте первый раз в своей жизни вижу собаку которая после такой серьезной проблемы стала ходить обычно знаете вот эти колесики делают но диму диму очень повезло димон давай показывай вы представляете раньше он даже ходить не мог подписан ему приговор после марта что нужно его усыплять вы не представляете как она сейчас больно и уже другие вмешательства бесполезны но у нас хирург взялся за последнюю операцию что будет то скрепил его позвонки на 16 винтиков две пластины установил и он у нас на другой день уже ходил как будто ничем не бывало но мы подождали все-таки полтора месяца пока у него соединительной ткани вот это зарастет межпозвонковое пространство и двинулись какие же вы молодцы я бы сказала что вы просто пример для очень-очень многих потому что но часто так бывает что людям говорят ветеринары что вот надо усыпить уже других вариантов нет и человек соглашается говорит ну ладно раз других вариантов нет а вы попробовали все возможные способы чтобы собаку спасти я считаю что это очень большой пример для многих людей молодцы я прям вот когда слышала всю эту историю у меня аж до мурашек мурашки шли по коже даже не раздумывали такой хорошенький он весь соломи уже здорово здорово и еще очень классно что живет тоже так же как и у нас чуня с пеней на территории своей своей фермы своего дома а у собак на своей территории всегда очень много дел всегда есть чем заняться и такие собаки самые счастливые смотри кто к нам приехал диснея обычно очень остороженно сначала относятся к чужим людям а потом привыкает а вот ляля с венькой они всегда ко всем как будто бы все люди вокруг свои да диснея такой я пошел я пошел мы тоже очень рады когда к нам приезжают гости особенно когда у нас есть свободное время а то целый день мы работаем хотя бы есть возможность просто вот пообщаться с животными да леди мне кажется что при кормлении как-то вот особенно испытываешь теплые чувства связь да какая-то появляется диснея чувствую сейчас он сразу начнет есть из пакета у нас есть три трое животных у которых голодное детство это дисней зорька и пионе и вот диснея у нас всегда первый на выдаче яблок не не успевает доживать одно как уже надо ему следующее на зип вы хотели бы себе вот таких животных как у нас после когда ослики очень классные а так конечно с ним с ними очень много забот проблем но и счастья тоже много и не прикольно а когда большое хозяйство это не только без выходных и праздничных дней но и даже новый год ты в пять утрах приходишь на ферме чтоб все проконтролировать что все ли пришли столько времени они как дети кролики тоже до 11 который доченьки подарили и она немножко поиграла и потом уехала учиться в город и остался он нам то же самое как и код обычно так и бывает детям купишь а потом родители заботятся сначала кота потом кролика потом собаку это добро нам осталось вы зато многодетное у нас столько детей и мы многодетные взрослые тогда вот у нас есть песик который всегда с нами вот дома остался но сейчас приступаем к демонтажу палатки полевой а затем будем ставить шатер вчера шатер купил свадебных овцам поставим я думаю должно быть лучше еще купил полочки такие основательно большие из арматуры на которых обычно животных в поле привязывают чтобы не удуло точно что ветра бывает сильно все убираем отсюда и вот даже когда гости к нам заехали без ночевки мы все равно продолжаем работать спасибо большое на зипу за помощь что помогает будем ставить полноценное жилище наконец-таки а то многие наших овечек жалеют говорят бедные несчастные нормального жилища у них нет ну а теперь будет на зип поделитесь процессе работы хотели бы вы свой дом в уфе поменять на домик в турецкой деревне такой как наш но не наш наш ним но не наш мы думали об этом да вот нам у нас есть хоть квартира вала не но чтоб свои деревья что-то там красиво тут можно было что-то посадить пальму теперь будем устанавливать шатер купил с рук за тысячу лет сказали что в комплекте не хватает двух колышков но в целом я с человеком у которого брал поговорил горит полочки совсем никакие как у палаток тоненькие у нас ветра сильные бывают поэтому заехал магазин купил вот такие основательные чтоб точно не удуло очень хорошие до их используют для того чтобы привязывать животных как правило зорьку привязать себя плохо будет вести вроде как должен быть весь комплект должна быть а есть даже инструкция инструкция тут вроде все элементарно трубки в трубки уголки разберемся показывает что она умеет прыгать через тяки вот колышки колышки что на что на них так это у нас центральная надо еще одна единичка найти это двойка двойка мне сначала стынуть а потом засунуть а дальше нельзя на будущее чтобы нет такая конструкция это хлипенькая конечно не за как она ветер вынят отмекать и удует первым ветром в космос давайте начнем потом решим что это смешно? да ну давай уже поставить она вот так там знаешь что лежит наверное что-то есть что-то есть наверное запор может быть нет вот так если все опустим будет мне кажется это ваша ну-ка нормально уровень сейчас или нет? издалека видно там уровень? уровень да да хлипкая конструкция хлипкая поэтому мы решили немножко углубить в землю чтобы наверняка не сдуло а то у нас в деревне такие ураганы все возможно ну да вот что-то стало здесь как-то углубить там наверное камень все врать уровень да? еще чуть-чуть надо смотри этот за нижнюю высоту зафиксирует давай шаптерн ну давай тянем видно будет да все понятно ты пойдешь может к черной играть да? к черной пойдешь вот панку может погулять начинает поворачивать все ну подумать будет как это сделать оказалось что тент тряпичный и он скорее всего будет пропускать воду ну конечно еще под дождем не видели его можно проверить взять воды из гидра он сто процентов промокаемый можно даже это увидеть снизу когда заходишь под нему видите он прозрачный абсолютно то есть он идет как теневой пусть Аня там стоит не от дождя а именно теневой тент наверх да проходит проходит? да проходит конечно ну даже по нему видно вот он прозрачный он как сеточка по итогу тент мы установили он оказался промокаемым и решили сверху натянуть старый тент точнее шатер установили натянуть старый тент который был изначально попробуем его хотя бы как-то на крышу разместить пока не знаем что из этого выйдет для начала перенесем обратно тюки в салон положим их на место чтобы они нам не мерчались живую изгородь сделаем натяну вот и в салоне уже натяну этот надо будет чуть-чуть дальше на меня протянуть вот сюда нет вот этот который будем встать чтобы отсюда упор был здесь там хватает чтоб попер сюда потом эти дырочки вот может откладывать стоит показываю что в итоге у нас получилось конечно не совсем так как я хотел изначально изначально думал поставим шатер все красиво будет по фэншу как продается как нарисовано на картинках так поставим и будет не за того что покрытие промокаемое пришлось опять же изобретать воротить и сделали мы вот что поверх натянули старый тент который мы использовали как палатку закрепили во всех местах где только можно было через все ушки продели веревки какие-то закрепили колышком а какие-то ушки закрепили к тюкам с соломой которая у нас выполняет в данный момент еще и функцию стен тюки выставили по бокам чтобы овцы не проходили и соответственно веревки не врезались и вся эта конструкция не упала в целом все держится вроде бы надежно но опять же надо ждать ветров первые ветра покажут насколько наша конструкция способна к жизни способна выдержать ненасти и непогоду в скором времени нам приедет теплица куда мы хотим переселить кур на зиму вот куда и оставить уже непонятно честно говоря думал останется тут место около шатра и поставлю впритык но уже не влезет абсолютно участок большой я думаю что не придумаем возможно к этой стенке поставим тем более что это решение будет на два на три месяца пока холода чтобы наши птицы не мерзли но затем шатер не шатер а теплица будет перенесена возможно дальний участок и будем там что-нибудь выращивать а так работой доволен конечно хотелось бы чтобы это было все более как-то эстетично ну как есть так и есть самое главное что овцы теперь не будут мокнуть и не будет это все выглядеть как палатка поливая натянутая рваная все-таки что-то да у нас получилось но вы напишите нормально мы постарались хорошо сделали или так себе ждем ваши комментарии у нас идет включение подарок нам столько подарков на привозили я на кухню зашел в шоке нахожусь прибываю столько подарков еще и платок красота вот это да все все турчанки обзавидуются тебе спасибо огромное у нас столько вкусняшек сегодня привезли на зип-эйзо мы просто сошли от таких вкусностей и там и мед и бастурма и как называется вот это вот ты говорила сровяленая колбаса да короче столько всяких вкусняшек вот клубника задарили нас подарками сладости здесь тоже ой ну вообще задарили нас а вот чего только стоит бананы которые можно ну да она уже здесь стоит вот еще у нас такой шоколад есть с фотографией нашей доченьки немножко на чем-то и похоже даже на вас это врач это наш хороший знакомый шамиль на день рождения и она попросила довести вас до вас спасибо большое спасибо сейчас несу чаёчек попробуем бастурму бастурмами да называется так это у нас косуля которую ты сам добыл 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 косуля пробуем обалдеть как вкусно вот такой немножко горчит это что такое это приправа такая чем он он же пожитник и считается что бастурма без этой приправы это не бастурма но вначале очень странно когда горчит а потом когда вот уже поживешь так за чувствуешь туда дополняет так а это у нас утятина да это вяленая мы как-то раз утку ели пару раз в вьетнаме не реально это у наши национальные такие обалдеть так сказать как вкусно таких нам еще подарков никто не приводил такой вкуснятина так а это у нас гуся гусятина попробуем вкусно все вкусно не передать вам насколько это вкусно спасибо большое за все подарки и за то что приехали вам спасибо за приглашение вы прям такие вот свои люди домашняя атмосфера с вами спасибо огромное спасибо что приняли всегда рады всегда рады гостям особенно тем наши животные это у нас столько дел было работы мы все приехали помогли в доме быстро раскидали все натянули это это огромная редкость чтобы гости вот так приехали одним днем и еще успели помочь что-то мы сегодня замотались совсем забыли показать что нам еще подарили привезли корма для птиц для животных три мешка банан вы видели уже ляли немножко их по надкусалам и в дом занесли чтобы дозревали пенечка у нас сейчас быть лекарства принимать поэтому в дом мы запустили их и вот еще что нам привезли мед вы посмотрите башкирский самый натуральный такая большая карабинь и в ней должна быть рамка насколько мы поняли сотами всю натуру продукт ананас корм для собак какие-то вкусняшки водка дикий мед тоже это понимаю что все это башкирская такая деревянная трубка обалденная еще коробка с медом тоже деревянная внутри натур продукт и это вроде собственное производство да как они говорили да да собственное производство липовый мед у нас столько меда что мне кажется она уходит на год вперед и также помимо всего этого мы еще не показали что мы не показали все показали вроде все но еще рыбку нам привезли привезли бастурмы всякой разными на террасе пробовали дегустировали еще нам привезли пакет мандаринов тоже это все изолание как нам сказали у фермеров купили так же как и бананы задарили нас различными вкусностями спасибо називу эльза за то что к нам приехали спасибо за такое огромное количество подарков подготовленных с душой вот только одна вот эта упаковка вы посмотрите чего стоит как красиво все сделано войну вообще ну вообще я так счастлива спасибо большое мы насладились этой встречи по полной и остались очень счастливы вообще в целом сегодняшним днем еще и помогли поучаствовать еще и помощь была здорово все-таки люди которые приехали из деревни провели всю свою жизнь в деревне это люди которые нам нужны и нужны нашей ферме